СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНА 4 августа в ходе ознакомительной поездки с храмами Восточного Благочиния митрополит Хабаровский и Преамурский Владимир посетил приходы Советско-Гаванского района. В числе первых правящий архиерей побывал в храме в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. В советские времена эта церковь была единственной на побережье Татарского пролива и даже Сахалина. Верующие с острова приезжали на великие праздники и божественную литургию, чтобы исповедоваться и причаститься. Далее владыка-митрополит посетил культурно-информационный центр поселка Завета Ильича. Директор, капитан запаса второго ранга Виктор Вихров продемонстрировал правящему архиерею экспозицию и предложил подержать в руках фрагмент легендарного фрегата «Паллада». Просто в руках подержите. Это шпангу. Шпангу от «Паллады». В ходе экскурсии владыка Владимир также посадил на прилегающий к музею территории саженец рябины. По просьбе командования воинской части правящий архиерей посетил расположенную на территории части часовню в честь святителя Николая. Она была возведена в память поколений моряков-савгаванцев, прошлых и грядущих. Там владыка Владимир по морской традиции трижды ударил в старинный колокол. Далее владыка-метрополит посетил строящийся храм во имя живоначальной Троицы в поселке Завета Ильича. Деревянная церковь стала первым за историю поселка специально построенным православным храмом. Ранее службы здесь велись в приспособленной под храм квартире. Алтарь просторный. Есть возможность многим священнослужителям, даже архиерею, совершать ее служение в этом новом храме, в том числе святой Троицы, красивый, воздвигнут храм, который, я думаю, в ближайшее время будет украшен, закончатся все строительные работы, и мы сможем и здесь вместе с вами помолиться, совершить богослужение. В тот же день глава Преамурской митрополии посетил приход Благовещения Пресвятой Богородицы, поселка Майский. Очень рад при вас в гостях побывать в вашем храме, в уютном, в таком компактном. Смотрел старинные образа, иконы, революционные даже в алтаре батюшка мне сейчас показал. Это говорит о том, что православная вера здесь исповедовалась нашим предками, теми людьми, которые жили задолго до нас. В завершении ознакомительной поездки митрополит Владимир побывал в центральном храме города Советская Гавань. В честь праведного воина Федора Ушакова. Несмотря на то, что отделка этого храма не завершена до конца, в нем проходят богослужения. Праведный выгода подражает числом и умением Токма, но почти верой враги побеждал Иси. А вечером того же дня владыка Владимир посетил городское центральное кладбище, где осмотрел место под строительство храма-часовни в честь святой блаженной Матроны Московской. Глава города представил владыке митрополиту план и спросил благословение на начало строительства. Правящий архиерей одобрил место, выбранное под возведение часовни. Я полностью поддерживаю и благословляю это ваше доброе желание, доброе намерение. Я думаю, что жители города это поддержат. Я думаю, что этот храм будет посещаем и он будет востребован. Владыка Владимир благословил привезти на место возведения будущего храма «Ковчег с мощами святой блаженной Матроны Московской». 4 августа в Доме культуры города Советская Гавань состоялась встреча митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира с главами городских поселений, священниками и прихожанами храмов Восточного благочиния, представителями общественности. Практически полный зал Дома культуры наглядно показал тот неподдельный интерес, который вызвала встреча митрополита Владимира с совгаванцами. Естественно, что первый вопрос, заданный владыке, был просьбой рассказать о себе. Владыка поделился очень личными воспоминаниями из детства и юности и о приходе к вере. Хотел сказать, что своим приходом в церковь я, с одной стороны, наверное, обязан своим благочестивым прабабушкам, которые были верующими людьми. Одна из них ходила, читала в советское время псалты по покойникам. Мои правовушки соблюдали посты. В доме сели иконы всегда горела лампада. Тогда лампад еще трансформаторным маслом отработанным зачастую заправляли. Не было церковного масла лампадного. Порой на каникулах они просили меня переписать от руки какие-то молитвы. Вера, Роча Наша, Богородица Дева, потому что была проблема с книгами церковными. Все это переписывалось и хранилось на листочках. Брали меня в храм, в единственный действующий Никольский храм, накладывающий небольшая церковь. На вопрос о приоритетных направлениях, которые намерен развивать глава Преамурской митрополии, Владыка ответил, что это, конечно, те направления, о которых говорит священно-началие. Есть необходимость в строительстве новых храмов. Это, мне кажется, всем очевидно и понятно, потому что мы знаем, что на Дальнем Востоке огромные расстояния между населенными пунктами. К сожалению, небольшая численность населения для таких вот огромных просторов. Поэтому, наверное, первоочередной моей задачей будет являться в том числе и забота о строительстве новых храмов, об открытии новых приходов и о создании на их базе сильных приходских общин, чтобы не просто номинально было построено какое-то церковное строение, закреплено священник, но чтобы там реально создавались общины, то есть группы верующих людей, которые были бы объединены одной верой, одним богослужением, жили бы одними чаяниями и вместе бы молились, трудились и жили дружно и слаженно на нашей Дальневосточной земле. Еще одним важным аспектом Владыка считает строительство и организацию воскресных школ и духовно-просветительских центров. Если мы говорим о строительстве храмов или о создании монастырей, то очень важно, чтобы не только церковное строение, не только храм как место молитвы, как Дом Божий созидалось, но и были бы приходские дома, культурно-просветительские центры, о чем церковь очень активно сейчас говорит. То есть, чтобы на базе прихода было место, где можно было бы учить детей, создавались бы воскресные школы, были бы приходские трапезы, какие-то кружки по интересам, объединения прихожан, где люди могли бы не только молиться, приходя в храм, но и могли бы общаться. Спросили у митрополита Владимира также, собирается ли он вести свой личный блог в интернете, на что правящий архиерей ответил, что предпочитает живое общение. Я думаю, что нам нужно не забывать и в традиционном формате общаться. После благослужения, во время вот таких вот встреч, бесед, трапез совместных, мне кажется, это гораздо важнее, чем вот создание блогов. За время встречи Владыка ответил еще на большое количество вопросов. Сама же встреча продолжалась более полутора часов. Пятого августа на главной площади города Советская Гавань состоялся праздник в честь святого благоверного воина Федора Ушакова. В торжествах принял участие глава Преамурской митрополии, митрополит Хабаровский и Преамурский Владимир. Святой воин считается покровителем Советской Гавани, морских ворот Хабаровского края. В его честь в центре портового города уже несколько лет строится храм, средство на строительство которого собирают все горожане. За строительством храма святого праведного воина Феодора Санаксарского земля совгаванская приобретает особую благодать и особое молитвенное состояние. Праздник с парадом в честь знаменитого флотоводца собрал сотни гостей на главной площади Советской Гавани. Митрополит Владимир поздравил совгаванцев и гостей города с праздником и напомнил о том, как важна духовность для тех, кто посвятил свою жизнь защите Отечества. Никакими приказами и законами невозможно побудить человека исполнять до последнего издыхания свой воинский долг. Для того, чтобы этот долг исполнить, нужна внутренняя уверенность в правоте совершаемого дела. Нужен внутренний духовный стержень. Нужно упование на Бога и уверенность в Его божественные помощи. Поэтому Русская Православная Церковь всегда была, есть и будет рядом с воинством, помогая воинам духовно и нравственно совершенствоваться. По окончании торжественной части прошел парад военных моряков. Защитники восточных рубежей России прошлись по площади Победы, неся Андреевский флаг, освященный на мощах святого флотоводца. Завершились торжества праздничным концертом. 5 августа прихожане строящегося храма во имя святого праведного воина Федора Ушакова по Советской Гавани отметили престольный праздник. Божественную литургию возглавил митрополит Хабаровский и Преамурский Владимир. Федор Ушаков канонизирован не так давно, всего 15 лет назад. Но святой воин любим и почитаем в нашей стране. Ровно 15 лет тому назад состоялась канонизация его. И святый праведный воин Федор Ушаков был причислен к лику святых. И вот тогда же на святых мощах были освящены Андреевские флаги, которые затем командующие флотов отдали самые лучшие и прославленные божественные части. Когда патриарх Кирилл выступал на канонизацию, он сказал такую фразу. Вы посмотрите, первый святой, который канонизован в 21 веке, это воин и моряк. Что бы это значило? Это значит, что именно такой святый, с его особой благодатью, будет потребен нам в это время. И посмотрите, что вокруг происходит сейчас. И в то же время посмотрите на икону святого праведного воина Федора Ушакова. И там на хартии написано, не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся к славе России. В России есть несколько храмов, освященных в честь святого праведного воина. Церковь в Советской гавани еще пока строится. В ней предстоит смонтировать иконостас, благоукрасить внутреннее пространство. То, что именно в этом дальневосточном порту появится храм в честь святого Федора Ушакова, символично. Советская гавань – это морские вороты Хабаровского края. И поэтому сейчас, что связано с морем, особенно почитается. Тем более, что недавно был праздник военно-морского флота. И так получилось, что это моряки воспринимают еще как продолжение праздника военно-морского флота России. В этот день помолиться в храме пришли не только жители Советской гавани, но и близлежащих населенных пунктов. Красота такая, диакон поет. Такого у нас нет. Люди этого не видели здесь такого. После богослужения настоятель храма Игумен Саватий поблагодарил митрополита Владимира за радость совместной молитвы, участие в торжествах по случаю Дня памяти святого праведного воина Федора Ушакова и преподнес в дар икону святого флотоводца, написанную на камне с морского берега. А здесь написано «Высокопроисвященничному Владимиру, митрополиту Хабаровскому и Преамурскому в день памяти святого праведного воина Федора Ушакова восточное благочиние 5 августа 2016 года императорская гава». Владыка митрополит сердечно поблагодарил отца Игумена за добрые слова и обратился к верующим с пастырским словом. «Сегодня, размышляя над жизнью и подвигом святого праведного воина Федора Ушакова, мы можем задать вопрос, каким образом человек, проживший всю жизнь в миру, как мы говорим, не уходящий ни в монастырь, не принимающий священный сан, человек, обреченный воинской славой, принимавший участие во многих морских сражениях, человек, находящийся в гуще политических событий того времени, становится святым, становится праведным, угождает Богу и сподобляется спустя многие десятилетия после своей жизни быть прославленным в лике святых. Но вот в жизни святого праведного воина Федора мы видим, что святость доступна и тем людям, которые обличны властью, которые находятся в эпицентре каких-либо общественных или государственных событий, святость доступна таким образом и каждому из нас». Также митрополит Владимир отметил важность посильного участия каждого в завершении строительства храма. «Хотя бы небольшую лепту не забывать выделять от своих средств на храм Божий, помогая в завершении строительства того храма, который воздвигнут здесь, в центре города, на площади Победы в Советской Гавани. «Я думаю, каждый может и должен принять в этом посильную часть. Если у кого-то нет даже малой лепты, кто-то не может от своих щедрот, так сказать, выделить и внести что-то на храм Божий, тот может прийти, помолиться, физическим трудом поучаствовать в работе». После окончания богослужения всех прихожан ждала трапеза под открытым небом и праздничный концерт. КОНЕЦ